В эфире телеканала Самара ГИС, при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Поддержки встречают в условиях надвигающегося Мондиалии. Чем дальше, тем актуальнее для Самары будет решение двух ее главных бед. Если с первой дорогами уже ведут наступательные бои, их эффективность оценим весной, то со второй фасадами решительные действия только начинаются. Годами нет, десятилетиями этим никто не занимался. В результате имеем то, что имеем. Есть и удачные примеры, но в целом Самара, она же все-таки женского рода, нуждается в пристальном внимании к своей внешности. Кое-где, конечно, можно обойтись и легким дневным макияжем, но в большинстве случаев лицо не спасти бессрочного хирургического вмешательства. И спасательную операцию нужно было начинать еще вчера. А потому сегодня, признается глава Самарского района Александр Маргун, работы непочатый край. Надо работать круглосуточно. Фасады из граффити и все. То есть все это делаем администрацию. Вот я могу сказать по сравнению с тем, что когда я пришел три года назад, и сейчас как работает, ну интенсивность труда повысилась, ну минимум в два раза. Просто скажу, что мы просто разрываемся. Реконструкция федеральных памятников уже стартовала. Здание главпочтампа построено еще в 19 веке. Ремонта здесь не было. 40 лет провели в порядок в прошлом году. Сейчас восстанавливают федеральный памятник на Куйбышево, что 15 лет простояло в руинах после пожара. Реконструкцию еще одного объекта по соседству, дома с торговой лавкой Мещанины Долгушина, планируют завершить уже в декабре. Но памятников, которые взывают о помощи, только в Самарском районе насчитали 600. Многие дома давно в частных руках и не в одних. И теперь главная задача признается власти убедить многочисленных владельцев привезти здание в божеский вид. Самое сложное в этом вопросе, чтобы они смогли договориться еще между собой. Потому что есть ситуация такая, что на первом этаже магазин, он готов, он говорит, я готов хоть завтра выйти и все покрасить. Но надо мной находится там такой-то офис, над ними на третьем этаже находятся жильцы. И, говорит, соответственно, он говорит, я не хочу делать, что я сделаю свой этаж, а потом сверху начнут делать, и мне все это дело, значит, закапывают краской и испачкают. Задумка эта после зимы, когда все начало обрушаться, пришла, потому что, ну, на самом деле, когда рушится фасад здания, это не очень приятно. Вот. И поэтому вот летом сделался вот такой, ну, ювелирный или капитальный ремонт здания, я не знаю. Потому что, если посмотреть наверх, вы, наверное, поймете, что здесь вообще было. Гульнара Харчевникова – одна из тех пяти сознательных предпринимателей, которые, не дожидаясь санкций, сами обновили фасады своих магазинов. Реставрация, конечно, обошлась куда дороже обычного ремонта. Деньги, как говорится, текли рекой. Да и согласовывать пришлось любую мелочь. От размера букв на табличке режима работы до оттенка фасада. Стиль диктовал не вкус собственника, а закон. Хотелось бы, конечно, ну, немножко упростить себе задачу. То есть фасадная плитка сейчас многие делают в магазине, но, к сожалению, нам пока нельзя. Но бизнес-вумен, как и ее коллеги, признается, это небольшая плата за возможность работать в здании с богатой историей. И все равно мы готовы это терпеть, потому что место у нас шикарное. Я считаю, что Самару надо немножко поднимать из руин, потому что мы с удовольствием ездим за границу, в ту же Прагу. Мы с открытым ртом смотрим на памятники старины, но если оглянуться, у нас не хуже. Мы просто не привыкли это воплощать в жизнь. Немножко денег, как говорится, и все становится красивее. К нам приезжали японцы, допустим, с фирмы Кассио. И когда мы прогуливались по нашей улице, то представитель фирмы Кассио, президент японской фирмы, сказал, что наш город им очень понравился. Он очень красивый здание. Если, допустим, его привести в нормальное состояние, то этот город будет, ну, сродни, допустим, и старой части Санкт-Петербурга, или, допустим, Арбата. То есть, в общем, ничуть не уступая ничего. Тамара Каленкова, директор магазина, что еще с советских времен напоминает своим покупателям о том, как дорого каждое мгновение, рассказывает, они свой фасад привели в порядок еще летом. И тоже не скупились на расходы. Вот уже наступили холода, а краска не потрескалась. Правда, теперь все их усилия могут пойти прахом в одну секунду. И все из-за шатка рекламной конструкции, что держится на честном слове и ржавом столбе. Вот эту рекламную конструкцию поставили самозахватом. Люди в ночь, во время ветра, эта конструкция шатается. Вот видите, ее вывернуло наизнанку. Сначала она была прямая, теперь она стала перекошенная. Мало того, что это некрасиво, она перекошенная вся, да? Плюс ко всему, это даже опасно для пешеходов. Это опасно для нашего магазина, для витражей вообще. Зачем мне нужно иметь дополнительные издержки из-за того, что кто-то там рекламирует. Я хочу, чтобы ее убрали. Тамара Каленкова пыталась сама разыскать владельца конструкции, но безуспешно. Теперь вот просит властей и журналистов помочь. Я не знаю, куда еще обращаться, кого просить, чтобы мне помогли вот это сделать. Я даже согласна на то, что, допустим, поставят здесь какой-то цветник или вазу. У нас же на набережной очень много возможных ваз и цветами. Пускай поставят эту вазу, мы за ней будем ухаживать. То есть, допустим, мы даже согласны с содержателем своему балансу. Легально это конструкция или нет, вопрос отдельный. Но в любом случае, надеясь, на нее обратят внимание, неравен час и впрямь упадет. А вообще, ликвидация незаконных рекламных сооружений в городе занимается давно и планомерно. Только в этом году убрано порядка 400 объектов. Сейчас планируют сделать упор на очистку фасадов. С мая этого года органы местного самоуправления получили право их демонтировать. И это право есть где применить. Только на одном квартале Ленинградской мы с главой Самарского района считали три незаконных баннера. А вот этот собственник, я так понимаю, тоже незаконно установил рекламные конструкции? Вот на этом, да, здание? Да, здание памятник. Разрешений у них нет, естественно, никаких. Ну, работаем. Заставить снять? Да, заставим их снять. После того, как они делают ремонт, они говорят, нам надо отбить затраченные средства. И, соответственно, начинают изгаляться с такими рекламными вывесками, только чтобы привлечь людей. То есть, помимо таких вывесок еще ставят зазывал с буклетиками, которые потом валяются по всей улице. То есть, поэтому тут нужен достаточно такой тонкий подход, чтобы и убедить людей сделать что-то, и, соответственно, чтобы потом их ограничить в той же рекламе незаконной, которую они делают для того, чтобы привлечь посетителей. Фасады уродуют не только незаконные рекламы, но и на скальной живопись тех, у кого при минимуме таланта есть огромное желание оставить свой след в истории. От граффитчиков страдают и в центре. Граффицы – это вообще страшное дело. У нас очень страшно было, в общем, дело в том, что только мы закончили ремонт фасада, и прошло, наверное, летом, ну, не знаю, месяца, наверное, два, приходим, у нас тут расписана эта часть была этого. Ну, благо дела, у нас была еще и краска, и там вообще все, мы там вымывали, причем этот граффити не стирается, очень сложно. Вот еле-еле мы там и закрасили все вот это потом. Ужасно, конечно, но, к сожалению, это происходит ночью, когда все спят, и никто не вправе их вот остановить. Хотя, если бы я в этот момент находилась, я бы, наверное, вот за руку человека одернула. А с утра приходится это все подкрашить. И на окраинах. Весь фасад, вот смотрите, весь фасад у нас и зарисован, прямо от начала и до конца. И вот, смотрите, новые. Вот прям новые. Здесь вот три раза закрашивали, вот здесь. Три раза закрашивали. Я вам вот сейчас могу показать. Председатель ТСЖ Озера-2, что в Солнечном микрорайоне, не один год ведет войну с неуловимыми хулиганами. Они красят, он закрашивает. Граффитчики не сдаются. Здесь вот, смотрите, раньше был номер телефона. Вот, цифры здесь вот были. Мы закрасили. Потом вот эти каракули пошли. В одном месте. Сначала здесь, потом здесь. Как будто бы, как вот кто-то делает назло. Михаил Тахтаркин и засаду устраивает, и душеспасительные беседы ведет в школе, что расположено по соседству и на чьих учеников, и падают подозрения полковника в отставке. Вот они ходят уже, третий раз мимо нас вот ходят. Может, они тоже ждут, вот, когда мы уйдем, они нарисуют. Третий раз туда, сюда. Кто нарисовал вот здесь? Я не знаю, я не смотрю. Мы на телевидение попасть хочем. А вот вы уже попали. Вы попали, теперь в школе будут о вас говорить, что вы рисуете. Как не вы? А кто же рисует? Вот эти краски, флакончики, продают свободно в комках. Он пришел, ему интересно. Интересно, как этот флакончик красит. Вот он пришел, а где ему? А вот посадок дома. Здесь, видите, как фон хороший, будет четко. Вот он пришел, как это смотрится. А может, в перспективе я художником. Ну так-то вроде красиво рисует. Вот они здесь тренируются. Здесь, как бороться? Самый эффективный метод, который будет влиять на то, чтобы здесь не рисовали, поймать за руку одного-двоих, публично их отодрать. Ну как я имею в виду публичного? Через милицию, все. И их сарафанное радио в школе скажут. Там, ну пусть я грубо скажу. Вот там есть такой-то, ну по-русски говоря, козел, который там может и это самое. И будет какой-то страх. В противном случае мы не наведем. Поймать графитчиков дело непростое. У каждого дома круглосуточный патруль не поставишь. Хотя есть и удачные примеры. Только в прошлом году полицейские составили на хулиганов более полутора тысяч протоколов. Но самой громкой стала история с поимкой одиозного Уби. Так называл себя 20-летний студент Ерфака, который надписями Уби, убийца и убийца убивая, чуть ли не полгорода изуродовал. И заставил говорить о себе и даже спорить, что это искусство или вандализм. Впрочем, экспертов на этот счет сомнения никогда не терзали. Казалось, неуловимый Уби наследил в социальных сетях. И на это обратил тогда внимание самарский мэр Дмитрий Азаров и подсказал полиции, где искать одиозного графичика. Но такие случаи редки. Большинство авторов «Коракуле» – подростки, уродующие стены без всякой программы и философии. Я даже стояла, ругалась. Их было пять человек, ребят. Ну, небольшие такие были. И у одного был вот такой баллончик, он прямо так вот хотел мне в лицо даже дать. Я думаю, ты только мне дай, я тебе сейчас сдам под этот. Вот. В общем, так вот. Ну, они ушли. Ушли. А потом, смотрю, дорисовали. Гадость одну и все, больше ничего. Во дворе дома 155, что на Новосадово, еще месяц назад тоже шли бои местного значения. Вандалы атаковали стену в воинской части. И потому, когда во дворе средь белой дня появились двое молодых людей с краской, бдительные бабушки подняли тревогу. А я вначале подумала, думаю, батюшки опять этот гадость какую-то будут рисовать. Хотела было кричать. А мне женщины, да ты что, говорит, красоту они здесь, говорит, делай. Мы не хотели поспешить, там, людей посмешить, как говорится. Мы делали себе удовольствие и смотрели на реакцию людей. Они кричали, сказали, что вызовут милицию. Впрочем, когда на стене вместо каракули стали появляться мультяшные персонажи, мир был восстановлен. Идея раскрасить мрачную стену воинской части пришла районным властям. Владимир Абурин признается, таким образом убили сразу двух зайцев. Это, конечно, много способов борьбы с графитчиками, но этот у нас самый действенный, насколько я понимаю. Мы посчитали, что чем они рисуют на заборах, непонятно что. Пускай лучше они свою энергию и свою фантазию воплощают просто в нужное русло, направляют. Естественно, и людям приятно, и им можно себя реализовать. А как вам кажется, вот у кого-нибудь рука поднимется, вот с баллончиком своей разу, или вот что-то здесь вот свой какой-то там автограф поставит? Ну, если только недалекий человек, который совершенно не интересуется ничем посредственным в жизни, то он, наверное... А так, те, кто занимается художеством, и нас все знают, то есть большая часть ребят знает, что это мы делали, и здесь никто ничего не будет. Просто движение такое. Вы не искренишь, кроме как моментами художественного творчества и авторитетом их не уберешь. Когда ты делаешь запретный плод, то он, конечно, тянет, манит. А вот если побольше легального сделать, мне кажется, все встанет на свои места. Денис Вертига и Федор Винс знают, о чем говорят. Это сейчас они профессиональные художники-оформители. А 15 лет назад они стояли у истоков движения граффити в Самаре, и не всегда их творения вызывали положительные эмоции у окружающих. Мы просто свободные личности. То есть мы рисуем, то есть на фестивалях нас приглашают, то есть мы какие-то свои идеи отображаем на рисунках. То есть бегать мы не бегаем ни от кого. То есть даже если вдруг где-то... Не за что бегать. Да, где-то это нелегально, то мы можем обсудить это. Молодые люди уверены, нужно четко разделять вандализм от граффити. Вот, например, эти каракули на трансформаторной будке художественные ценности не представляют. Это просто выплеск, наверное, каких-то эмоций детских. Человек просто захотел попробовать, что это модно, красиво. Но здесь просто не опыт. Не опыт и, наверное, скорее всего, просто человек первый раз это сделал. Каракули, это, конечно же, плохо в любом случае. Есть же качественные какие-то картинки, не обязательно все в караклю. Да даже такие делать стенки, чтобы ребятам, которые не такого уровня, например, они не могут так нарисовать, все равно выделять какие-то им стены, не знаю, в задней части гаражей, что ли, чтобы они там хотя бы тренировались. Потому что им в любом случае хочется же рисовать. Дома-то не запрешь. Ну да, и на мой взгляд, что в Самаре не хватает именно фасадов больших, то есть как в других городах, да, примерно, чтобы раздушевывались большие фасады с правильным граффити, то есть, ну, не важно граффити. Граффити – это аэрозоль, да, но просто картины большие на домах, то есть с творческим посылом, то есть те, которые дают понять людям, что искусство, вот оно бывает такое, а не которое на заборе. Художники уже не раз принимали участие в совместных акциях с городскими властями, а сейчас готовят еще один проект по преображению кинотеатра «Россия». С администрацией сейчас уже контакт налажен, так скажем. Сейчас эскиз пока обсуждается, но основной момент – это напомнить про ретро-фильмы. Там будет черно-белая гамма с небольшими такими акцентиками. Для легального самовыражения Самарская мэрия уже выделила несколько площадок, их адреса легко можно найти в интернете. Ну а тем, кто любит риск, напомню, что штрафы за настенные автографы выросли до 5000 рублей с физических лиц. Может и невеликие деньги, но если наказывать за каждый испорченный фасад, сумма набежит приличная. К тому же порча исторических памятников – это уже вандализм. Есть такая статья в Уголовном кодексе. А учитывая, что за внешний вид города взялись серьезно надолго, можно сказать, что сезон охоты на нелегальных графитчиков открыт. На сегодня это все. Продолжение темы следует. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова